Мы с вами носим имя людей, связывающих свое будущее со самым великим и значимым событием в истории нашей земли. Мы ожидаем пришествия Господа нашего Иисуса Христа на эту землю. И то событие, которое мы с вами ожидаем, это второе пришествие Христа, оно не является слишком непредсказуемым, слишком непонятным или очень новым для планеты, как бы это странно ни звучало. Вроде никогда не было второго пришествия. Первое не все увидели даже, правда? Пришел к своим Господь, и свои не приняли, и кто-то до сих пор не верит, считают, что это вымысел. Но все, что не делает Господь и о чем не предупреждает, Он дает возможность проверить, изучить и приготовиться. То есть, когда мы с вами говорим о втором пришествии Христа, мы не готовимся к сенсации, которая вообще никак непонятна, необъяснима и невозможна. Нет. Мы готовимся к тому, что должно быть и логично, и необходимо, и более того, что-то похожее было раньше. Кто-то задастся вопросом, а как же раньше было второе пришествие Христа? Да. Но второго и не было. Да и первое было не в таком виде, в котором ожидаем второе пришествие. Но что-то было раньше такого, на что взглянув, в чем убедившись и что изучив, мы можем сказать, ну да, логично, второе пришествие Христа – это очень нужно, необходимо, это точно будет. Хочу я, не хочу этого. Это будет сто процентов. И вот здесь, в церкви, мы вырабатываем отношение к этому событию. Я обращаюсь к тем, кто не разделяет христианских убеждений. Мы сегодня будем говорить на такую тему, которая позволит нам понять, второе пришествие Христа будет. И некоторые люди могут оставаться неверующими, могут его не ждать. Прямо скажу, живите, как живите, просто знайте, что оно будет, и все. Хотите верить – это ваш выбор. Заставить сам Господь не может вас заставить верить во второе пришествие. Он никого не принуждает, никогда не заставляет Господь. Он вопрошает, он взывает, он стучит в дверь, он просит, он посылает пророков, что угодно, но никогда не заставляет. Так почему мы сегодня будем говорить о прошлом, если вроде задача стоит переживать и рассчитывать на будущее? Сегодня наша тема – спасительная вера в потоп. Мы не раз к этому уже обращались, но некоторые особые откровения Господь вновь дает. Это одна из моих любимых тем, особенно в сфере науки. Но всякий раз, обращаясь вновь и вновь к Священному Писанию, находишь невероятные откровения для современной жизни и для жизни верующих людей. Поэтому, если ты давно в церкви, и для тебя тема потопа как бы, ну как аксиома, дважды два-четыре, и потоп был, и ты знаешь, еще раз давайте посмотрим, это вечное Божье Слово. И ты, несмотря на многие годы исследования Библии, что-то особенное найдешь в этом Слове. Как же вера в потоп может быть спасительной? Да и в целом, как вера в прошлое помогает готовиться к будущему? Уже много раз вспоминали, еще раз напомним. Классик сказал, не забывай прошлого, но учитель будущего. И Писание по этому принципу построено. Это очень древняя книга. Ничего, что здесь написано, нет позднее первого столетия нашей эры. Мы уже две тысячи лет назад. А то и раньше, а то и позднее, вернее, наоборот, раньше, три, четыре, пять тысяч лет назад события описаны в этой книге. Так давайте к ним и обратимся, к этим событиям. Может быть, они научат нас будущему. Может быть, они приготовят, что-то подскажут. Почему важно обращаться? Наш Господь, в Которого мы верим, именем Которым мы называемся, Иисус Христос, учил, обращаясь к этому очень важному историческому событию. Я еще раз подчеркну, то, что произошло на нашей земле 4300 и там с копейками лет назад, это реальное историческое событие, последствия которого мы до сих пор наблюдаем. И археологически, и исторически, и демографически, и морально, и так далее. И наш Господь, зная, что второе пришествие будет реальным, историческим, глобальным, говорит, «Как было в одни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». То есть, если вы верите, что Иисус Христос на этой планете был реально 2000 лет назад, значит, так же реально Он придет второй раз, и так же реально было то, с чем Он сравнивает признаки перед Своим вторым пришествием. А что это? Это потоп. То есть, христианский мир сегодня не имеет никакого морального права сказать, да, мы произошли от обезьяны, но от обезьяны из Ноева Ковчега. Или мы произошли от Бога, но Бога, который запустил теистическую эволюцию. То есть, Он дал старт, а дальше там 4,5 миллиарда лет мы все развивались. Это нонсенс. Потому что, веря в эволюцию, ты отметаешь историчность потопа, события, которые являются для нас знаковым. Хочется сказать, к сожалению, как бы мало описано про допотопный мир, ну, буквально там глава, полглавы из книги «Бытие», но на помощь нам приходит некая современность. Вот картины современности, потому что Иисус говорит, что так же будет в последнее время. И глядя на наш мир, друзья, мы можем с ответственностью, не назначая никаких дат, сказать, мы живем в последнее время. Считаете ли вы, что время сегодня последнее, и, может быть, при нашем поколении мы увидим Господа? Да, конечно, так говорили и 300 лет назад. Кто-то в первом веке так говорил. Но сегодня объективнее мы ближе к пришествию Господа. Неважно, когда Он придет, может быть, еще столетия больше. Мы все равно ближе к Нему. Мы ближе, чем реформаторы. Мы ближе, чем первоапостольская церковь. А если мы ближе, то мы должны более готовиться, более переживать? Нет, более радоваться и предвкушать. Потому что те, кто ожидают Господа, имеют ощущение такого сладкого предвкушения. Кто-то думает, там будет апокалипсис, зомби, уничтожение, мировая война. У меня, знаете, что будет? Я сейчас поделюсь. У меня при пришествии Господа будет суперобновление тела. Никакой фитнес не поможет, так как Бог обновит. У меня будет суперпраздничный пир с Господом. Это брачная вечеря Агенса. Такой свадьбы еще на земле никто так не отмечал, как это будет. У меня будет возможность подняться от земли. Кто хотел космонавтом стать? А Бог сказал, мы поднимемся на облаках в присутствии Божьей. Так с Господом будем. Кто летал до седьмого неба? Ну, какие-то ощущения, может быть. Вот полетите на небеса, потому что на небесах мы будем тоже. Кто хочет жить в нормальной хижине, а не на своих там 10-15 квадратных метрах на душу? А Бог сказал, особнячок даст. А хотите трудиться? Кто хотел что-то посадить? Говорит, архангельский климат не дает сажать, выращивать все. В этом году, в 2024-м, никакой климат ничего не дает выращивать. У меня яблони все померзли, вишня еле-еле, но пытается цвести. Почему? Да везде плохо растить. А на небесах? А ничего мешать не будет. Я предвкушаю пришествие, потому что он такой букет благословений. Ну, на земле какие-то качели будут, как на земле говорят люди, да? Такие трагедии, потрясения. А мне какая разница? Я на небесах буду, я готовлюсь. Но! Мечтать еще будем. Субботний день для этого. И каждый день. А давайте проанализируем, как же было в одни ноя. Да, мы можем жить в предвкушении, в ожидании, в таких радостных ощущениях. Но пока это все осуществится, надо что-то пережить. И это надо пережить, понимая, какие риски есть. Помните, предупрежден, значит вооружен. Так вооружайтесь Божьим Словом. И будем смотреть на эти библейские стихи. Что мы видим здесь, в этом тексте? Как во дни перед потопом, что делали? Ели, пили, женились, выходили замуж. И все. Обидно, друзья. Вы едите и пьете? Кто ест и пьет? Женились, выходили замуж. Кто еще холостые? Вы никак перед потопом. Так где проблема? До того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Оказывается, ключевое слово, друзья, в этом тексте – и не думали. И мы можем посчитать, что это значит, люди делали что-то хорошее на земле, и тут внезапно пришел потоп и истребил всех. Можно ли добавить к слову потоп слово внезапно? Ни в коей мере. Запомним, друзья. Господь наш не способен на подлость. Наш Бог – не хитрый Бог. Есть мировые религии, которые заявляют, что лучший из хитрецов – их Бог. Наш Бог не делает хитростей, подвохов. Он сам никого не искушает и не искушается, говорит Священное Писание. Поэтому потоп пришел не по принципу «Ой, а мы не думали, мы не знали, не гадали, ой, какая напасть, ой, а почему?» Надо же, какая новинка. Ни в коей мере. А давайте посмотрим, что было перед потопом. Это в других текстах отражено. Книге Бытие, главы 6. «Все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Знаете, в чем проблема? Здесь некое противостояние текстов. Так они думали или не думали? Написано, говорит Иисус, они не думали, а Бытие, говорит, они думали. Как они думали? Они имели мысли и помышления. Какими? Злыми во всякое время. Кто-то скажет, ну, может быть, их не научили, может быть, не подсказали. Я, наверное, вторую сотню раз начинаю повторять одну и ту же мысль, которая подсказывана нам и Священным Писанием. Когда не знаешь, как поступить, поступи правильно. Люди в большинстве своем, в большей части своих действий, слов и мыслей знают, что они делают. Знают, какого морального состояния их действия, их слова, их самовыражения и так далее. Просто люди начинают придумывать оправдание или объяснение тому, что они делают. Зачастую люди не говорят о том, что это деяние плохое, они говорят о том, что требования или ограничения вообще изменились. Они знают, что я делаю, вот человек говорит, я делаю плохое, да, но сейчас же мораль другая. Стоп, ты только что говоришь, есть грешок, но мораль-то другая, и никто тебя да не осуждает. Ты пытаешься нарисовать общую картину, чтобы в этой общей картине тебя никто не осуждал. И если все будут делать одинаковые грехи, здорово, я как все. Не замечаете этого в современном мире? Ну, раньше не так было, и чтобы сейчас оправдать себя, говорим, ну, раньше там домострой, патриархат, раньше там человеческой воли нет, у детей детства нет. И такой, вау, критики на прошлое. А мы сегодня прогрессивное человечество. Раньше жизнь человека, несмотря на то, что мы читаем историю, там было много смерти, жизнь воспринималась сакрально. Жизнь подарена Богом. И даже если проходило смертоубийство, оно происходило с каким-то объяснением. Сегодня люди придумали простое объяснение для себя. каждый человек хозяин своего тела – это раз. Второе – женщина сама хозяйка своего тела – два. А третье – ребенок начинает жизнь тогда, когда появился на свет из утробы матери. Что это позволяет делать? Убивать детей регулярно. Сегодня это шквал на планете, причем в самых развитых цивилизованных странах. В неразвитых странах, то есть бедных, где нищета, где нет возможности расти детей, наоборот, происходит дикое увеличение населения. Знаете про такую страну? Бангладеш. Она где-то седьмое или восьмое место по населенности. Размером, может быть, с какой-нибудь из областей наших, самых маленьких. И невероятный прирост, и уже демографически ситуацию не исправить. То есть сама страна, а вот правительство и извне, понимает, что невозможно остановить увеличение населения. То есть как-то люди, понятно, там еще можно перебирать все-все проблемы, экономические, религиозные, все-все, но как-то люди, даже в таких условиях находясь, продолжают рождать детей. Это просто, понимаете, какая парадоксальная картина? В одних местах нет условий для жизни, но жизнь увеличивается, в других местах есть все условия для жизни. Дети мешают наслаждаться, дети мешают сношаться, дети мешают бородять от жизни все. И на одном из... какой-то митинг был, и женщины-сторонницы абортов, одна кричала, да, мне нравится убивать детей, и я буду это делать, оставьте мне мое право на аборт. Все комментаторы, глядя на это видео, говорят, а это какая-то одержимость, какой-то сатанизм. У меня должно быть законное, то есть люди требуют, дайте мне закон. Не я буду делать это сама, а дайте мне закон, который бы меня не осуждал. Вот где трагедия сознания. Библейские герои, многие творили грехи. Ну, почитайте, они там в списке грехов очень страшно. И смертоубийство. Но библейский герой не генерирует новый закон и новую реальность. Герои Библии, это герои веры, которые в прахе и пепле раскаиваются. Если они сделали зло, они всю жизнь потом причитают и сетуют, говорят, грехи мои вспоминаю я ныне. Как же я согрешил? Грех мой велик пред Господом. Вот в чем состоит человеческая природа кающегося грешника. Да, я делал грехи, но я каюсь. Боже, помилуй меня грешного. Да потопная цивилизация говорит, ну, у нас, как бы, мы же не такие древние, как Адам, которому 930. Мы уже в 1625 году живем от сотворения мира. Нравы поменялись за 1600 лет от творения. Мы уже не в саду Эдемском. И там демагогия могла быть невероятная. Они же все прогрессивные. Но мысли и помышления, как вы думаете, а дела какие? О, да еще как. Все из сердца-то исходит, правда? Из сердца исходит. Там зло, а дела какие? Зло. В сердце развращение, дела развратные. Сердце агрессивные, дела агрессивные. Сердце с насилием, дела насильные. Это логично. Что еще мы читаем, характеризует допотопный мир. Думаете, только каиниты такие плохие? Вот каин всех воспитал, такое агрессивное поколение людей. Допотопная цивилизация, к сожалению, характеризуется еще и компромиссом. Это описано также в Бытие, в 6 главе, в 1 стихах. Сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Уверен, слышали, просто напомню, что есть толкование на тему, что сыны Божьи это ангелы с небес, сходящие на землю, берущие себе человеческих женщин и существ и делающих новых существ под названием каких-нибудь там Рифаимы, там гиганты, сыны Янаковы. Я просто слово говорю, оно синонимично потом повторяется, потому что Исполины вот так назывались позднее. Рифаимы, сыны Янаковы в земле Хананской. Некоторые говорят, это прям со времен потопа такие же. Ну, во-первых, во времена потопа все Исполины вымерли, утонули. Но вот терминологически так их боятся. А почему появились вот эти Исполины, когда сыны Божьи брали себе дочерей человеческих? Компромисс рождает еще большую проблему, потому что люди, знающие правду и сознательно приступающие ее, имеют еще больший потенциал. Наверное, слышали эту историческую зарисовку, ее не берут как бы как основу, но очень много из диктаторов и тиранов и людей, которые уничтожали себе подобных и людей, и целые народы, в свою молодость учились в церковных школах. Видели такое, да? Не будем называть персоналии, но это тоже время от времени как демарш, как вызов христианам. Посмотрите, вот тот диктатор в детстве в церковном хоре пел или из семьи священника, или из семьи раввина и так далее. Да мы не будем с этим спорить. Но не христианство учило этому, не Библия учило агрессии и насилию. Насилие учит компромисс. Запомните, когда христианин совершил какое-то преступление, это не христианство его вдохновило, научило на преступление. Поэтому вот эту сказку про то, что вот выходец из той конфессии что-то совершил, так он совершил не потому, что он выходец из этой конфессии. Он потому, что владей, он дьявола больше слушает. Он не слушает учения конфессии. Ни одна конфессия сегодня не учит насилию, убийству. Все говорят Бога люби. В деталях, конечно, отличаются. Эти детали играют свою роль. Но ни одно учение из разрешенных во всех странах и в нашей стране не учит нарушать закон. Происходит от компромисса. Так же было и тогда. Сыны Божьи начинают так делать и потом возвращается весь род. Вы думаете, где был народ каинитов и был народ святой. Так этот народ святой вошел бы в ковчег. Из святого народа и сынов Божьих сколько людей вошло в ковчег? А где двоюродный брат Ноя, с которым они день рождения отмечали, там жертвенник может быть строили вместе? Где тетушка Ноя? Где троюродный брат Иофета? Подумайте, в ковчеге оказался только Ной со своей семьей. Где его родные братья и сестры? Он же не один в семье был. Даже этого не случилось. Вы понимаете, какая трагедия? Когда мы думаем, ну, мы в церкви, мы с семьей, мы Господа знаем, молитву возносим. У Ноя получилось с ним рядом семь человек всего. Никто вот из тех, кто, это может быть близкий круг, а рядом никто не пришел. Разве это не тревожный звоночек? Переживать, что сегодня мы тоже можем, находясь в ковчеге Божьем, не остаться в нем, не оказаться. Давайте еще посмотрим. Насчет внезапности мы поставили эту аксиому. Бог не делает внезапно, Бог не хитрит с тем населением, с тем человеческим родом. Он дает определенный срок. И когда он увидел эти характеристики, назвал, что они злые, развращенные, Бог раскаялся, мы находим определение. Пусть будут дни их сколько лет? 120. И принято считать, может быть, так и было, вот все эти 120, а может быть, короче, не суть, но 120 лет звучала проповедь. И сколько бы Ной не строил ковчег, если он все 120 лет строил, да тем более звучит проповедь в виде чего? Строительство ковчега. И даже, представьте, Ной говорит, ему говорят, слушай, не мешай, у нас сейчас тут праздник, рот закрой, микрофон выключи, мы тут празднуем, не мешай. Ной идет и строит ковчег, и все равно проповедь звучит, как? Устами Ноя, если ему закрыли уста, молоток стучит, пила работает, понимаете, костер горит, смолу там топит, тащат деревья, вот это весь процесс, он и является благовестием. Если бы Ной в какой-то момент сказал, слушайте, 40 лет уже строим, там внизу уже дерево мхом покрылось, уже корни пустило, помните, как в мультике про капитана в Рунгеле, свежее дерево взяли, построили, корни пустило, вросло, давайте уже дирижабль будем строить, давайте поменяем. Если бы Ной проявил непоследовательность, бросал бы это дело, как бы люди отнеслись к этой проповеди? Без авторитета. Они бы не стали слушать, но Ной не прекращал. Вы чувствуете аналогию? Мы сегодня говорим о христианской церкви. Вот это сообщество, это ковчег. Здесь много работы разной можно делать. И некоторая работа вообще как бы даже с ковчегом не связана. Нужно допустим ковчегу сделать не только бревна, а нарубить таких бревен, по которым бы другие бревна таскать, знаете, вместо колес волоком тащить. И те бревна так и останутся там в грязи. Веревки. В ковчеге нет парусов, но веревки надо, поднимать надо. То есть много нужно сделать сопутствующего для ковчега. В ковчеге это не нужно, но в процессе это очень нужно. Поэтому, когда ты приходишь в церковь и что-то слышишь и думаешь, ой, так это же к спасению не относится. К спасению не относится. К Христу вообще многие вещи не относятся. Он самодостаточен, Он тебя спасет. Но чтобы тебя как-то в этом мире держать, воспитывать, поддерживать жизнь, кормить, воодушевлять, столько всего нужно, чтобы просто жизнь сохранилась в ожидании спасения во Христе. Поэтому не умаляй того, что делается здесь. Здесь много разных служений. В церкви можно не только Библией кормить духовным словом, можно физически, вон коробочка есть у нас, принеси какую-то еду, хлебушек, ну нет, хлебушек надолго не хватит, крупу какую-то, консервами поделись, вкусняшками, то, что любишь сам, угости. Это к спасению не играет роли, но к добрым братским сестеринским отношениям играет роль. Это поддерживает людей, кому тяжелее, много действий, которые совершаются. И вот так Ной совершал. И 120 лет, даже если Ной не проповедует, глядя на его усердие, люди могли понять, ты глянь какой уже, 115 лет и ни разу не бросает. 115 лет, 118 лет уже, ну должно же как-то в голове, ну как-то это же серьезный процесс, может хотя бы вникнуть, может быть еще раз переслушать, может быть посмотреть вокруг, а вокруг-то зла немерено. Многие люди, понимая многое зло, проявляют некий мазохизм, потому что не видят другой реальность. Ровно так сегодня это страшно звучит, и как-то странно, что мы живем в человечестве с именованием человек разумный, что близко этого нет, уже каждому из людей, кто покупает пачку сигарет, пишутся кратким текстом, хотя бы на два слова, чтобы было понятно. Курение что делает? видимо не не работает привычка с умением читать и вникнуть в смысл. Да, но я не буду оставлять. Да, я могу бросить, но я не буду бросать. Сегодня любая адекватная статистика говорит о том, как алкоголь мешает цивилизации, как алкоголь разрушает здоровье нации, вредит экономике страны. Все как бы ну да, но нет. Без алкоголя мы не можем отметить праздник. Без алкоголя не мыслится свадьба, без алкоголя не мыслится выходные. Торговля даже в целом не мыслится без алкоголя, потому что основной вектор или выгода в торговле это алкоголь. И мы строим мир, мы молимся за здоровье наций, за счастливое семьи, но алкоголь пожалуйста не трогайте, это наша традиция. А теперь подумайте, какой список огромный может быть из тех пороков, с которыми человек соглашается. Это привычка, это плохо, но не будем отменять. Так это же зло. Да, но нет. Да, но нет. Вот такой лозунг нашей планеты. Мы знаем, что это плохо, но нет, у нас привычка. Иначе как-то и не представляется. Но страшно же. Если все из тех пороков, которые сегодня на земле будут продолжаться, развиваться, то беда. Мы много уже наблюдаем сегодня. А теперь небольшие доказательства того, как уже в нашем времени еле пели, женились, выходили замуж и не думали. Совсем свежая статистика мартовского обзора этого года. Организация Объединенных Наций, это официальный сайт, я их перевел автоматически, более одного миллиарда порций еды выбрасывается в день на нашей планете, а 800 миллионов человек голодает. миллиард порций еды, есть одно специальное агентство, забыл его название, международное делает эту аналитику, сегодня больше еды выбрасывается в день, чем людей, которые голодают, ежедневно голодают или недоедают ежедневно. Живут там на просто ладошке риса или там какой-нибудь непонятной муки, хлебцов с грязью смешанных и так далее. Мы сегодня живем в стране очень богатой и когда многие из проблем нам рассказываются, они очень далеко мыслятся. Просто подумайте статистически, друзья, статистически, когда мы живем в большой стране и ну да, есть много бедных нуждающихся обделенных в результате стихийных бедствий тоже реально голодающих, но это как исключение. Пришло наводнение и весь регион голодает. Пришло какое-то стихийное бедствие и все болеют. Это да, это очевидно, но это выходящее из стандарта, из рамок. А есть целые страны, население которых больше, чем в нашей стране, которые живут ежедневно, просто в формате выживания. Ежедневно. Вы сегодня вообще не думаете, какую воду пить? Вы пойдете и попьете. Вовремя, не вовремя пойдете и сделаете это. У вас есть ли этого возможности вот на раз-два? А миллионы людей сегодня думают, вот из этой лужи пить или из этой лужи пить? А миллиард порций ежедневно выбрасывается. Ой, не хочу, не тот вкус, не та свежесть. Это утрешнее или обедешнее? Вот так живет цивилизованный мир, который говорит «We are the world, we are the children». Мы планета, мы люди. Давайте соберем денежку и с помпой где-нибудь кого-нибудь этих нищебродов покормим. Так выглядят все эти гуманитарные акции на планете. Потому что они делаются для картинки, чтобы было творчество, чтобы показать, ну мы же не такие злодеи, когда потопный мир. Но не решаются проблемы так, просто не решаются. Маленький пример, сам его наблюдал про еду. Ели, пили, все учатся, вернее любят вкушать и наслаждаться. Был я в одном регионе, район называется Боро Парк, это район, где живут ортодоксальные евреи в Бруклине. Это один из пяти больших районов города Нью-Йорка, и вот там маленький район евреи. Вот эта улица бывала и там. И время от времени на разных перекрестках возле таких домов, прямо на тротуаре, я фото не нашел, мне это в архиве есть, лично снял, выкладывается на землю хлеб, ни черствий, ни плесневый, просто хлеб выбрасывается на тротуар. Рассчитывает, что белки съедят и голуби, страшно, белки должны быть размером со страуса и голуби, то же самое, вряд ли. Знаете, с каким объяснением это делают ортодоксальные евреи? Так мы показываем, что нас Бог так сильно благословил, что хлеб мы можем вот выкладывать на дорогу. Не выкладывать, выбрасывать. Звучит страшно в мире, где так много умирающих от голода людей. И таких примеров, как это все происходит, их огромное количество в разных странах. Поэтому, когда мы слышим, ну, где проблема есть и пить? Есть проблема в том, как есть и пить. Наша планета в своем грехопадении начиналась с чего? Как поели. Наши прародители поели и не думали. Да потопный мир ел, пил и не думал. Сегодняшний мир просто статистически ест, пьет и не думает. Как едят и пьют или не пьют или не едят другие люди. Не думает. Вот где трагедия. И, конечно же, на это должен быть ответ свыше. Если есть Всевышний Господь, Он должен ответить. Это просто здравая мысль должна прийти любому человеку, независимо от веры. Ну, должен как-то кто-то там вселенский разум среагировать на это нечестие. И все. Но даже этого не происходит. Есть другая. Как не думали? женились, выходили замуж и не думали. Это статистика тоже марта 24-го года. Так для общей картины легко проверить. Это Росстат публикуют практически ежемесячно по нашей стране. в Архангельской области браков было на март месяц 1144, разводов 1266. То есть мы не успеваем жениться, так быстро разводимся. Но год только начался, поэтому за лето наверстаем. В итоге по последним годам увидите, что браков действительно больше, чем разводов. То есть есть сезоны в годе, когда можно хорошо разводиться, зимой как-то надоели, а лето можно жениться. Я так в целом говорю об обществе. Это официально, конечно. Это официально зарегистрированные в ЗАГСе. По областям, если вы посмотрите, я тоже несколько был в шоке, единицы, может быть, один регион из десяти в нашей стране имеет браков больше, чем разводов. Все регионы, причем очень даже консервативные южные регионы тоже имеют дикая или не очень дикая по разному статистику по разводам, которые превосходят количество браков. И вроде процесс идет, и вроде наженимся чуть больше, чем разведемся, но все это в категории не думали. Многое бездумно сделанное, даже если это правильное какое-то вроде бы деяние, но бездумное попадет под осуждение Божье. И оно разрушится, потому что если этого Господь не созидает, если разум при этом человеческий не работает, это разрушится. Бог так предупреждает. Любой из вопросов, воспитание детей, экономика семьи, организация производства, все, если бездумно и без страха Божьего, оно идет к своему концу. Опять же, это реальность нашего мира. И на это Господь говорит, вот если все не думают, четыре тысячи лет назад не думали. Ученики при жизни Христа говорят, а мы было думали одно, а оказалось другое, потому что не так думали. И сегодня не думают. Бог говорит из глубины веков этот совет. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но чем занимается этот человек? Не так, чтобы он в монастыре. Нет. Но в законе Господа воля его, и что он делает о законе? Внимание! Размышляет, друзья. Очень важно сегодня размышление. Просто подумай, остановись, подумай, что ты делаешь, как ты делаешь, как это согласуется с Божьими требованиями. Подумай. Ты станешь счастлив если ты просто подумаешь. Ну не торопись, ну не делай глупость, ну подумай. Как часто многим людям хочется сказать, не делай резких движений, не торопись, у тебя сейчас эмоции, у тебя сейчас борьба за правду, подумай немного, минутку подумай, потом скажешь. Вот это бы уже решило многие конфликты, Не так? Потом говорим, ой, я не подумал, ой, я забыл. Правильно, счастья нет, ты же не думал. В 111 Псалме повторяется эта идея, блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди его. Вот эти заповеди, их невозможно любить, если ты о них не думаешь и не осмысливаешь. Как же их исполнить? Они же древние, они же сказаны очень давно и может быть в другой культуре. Но если ты их осмыслишь, подумаешь над ними, ты получишь ответ и рецепт на сегодняшний день, да, в 21 веке эти заповеди очень актуальны. Но надо подумать. Если просто скопируешь их, попытаешься сделать так, как было в древности, не, не получится, неестественно. А если подумаешь, получится естественно. И посмотрите, как еще происходил этот потоп, который сегодня учит нас готовиться ко второму пришествию Христа. Бог говорит Ною, с тобой я поставлю завет мой и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всех животных, от всякой плоти, по паре, чтобы они остались с тобою в живых, мужеского пола и женского, пусть они придут. Вот прям тут аксиома какая-то, дважды два, четыре, мужеского пола и женского пола. А гендеров не вижу, бигендеров не вижу, никаких больше не вижу, глаза, у других зрения другое, наверное. Мужеского пола и женского начиная от природы и заканчивая человека, мной и жена, и офец первенец и жена его, сим и жена его, и хам и жена его. Все, так начинался человеческий род, не от творения, но чуть позднее. Тоже так начинался наш род. Из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Но еще маленькая деталь, она совсем незначительная. Мы-то про строительство ковчега больше переживаем. Представьте, ковчег построен, но и заходит, а там стоит бильярд, боулинг, барная стойка, что там, телевизор, всего такого набрал. Знаете, в чем проблема? Сколько плавать придется в этом ковчеге? Год и 10 дней. Год и 10 дней. Кушать-то хочется. При подготовке и строительстве ковчега, и вхождении в него было важно, чтобы в ковчеге оказалась еда. Иначе через неделю это будет аттракцион выживания и беготни от голодных животных. Тех, которые не заснули в спячку не впали. А через 2-3 недели, через месяц каннибализм какой-то. А через пару месяцев просто гроб огромный, которым плавают мертвые тушки. от человека до скота. И это символично, друзья. Церквей сегодня или верующих на планете очень много. Измеряют все прям аж миллиардами. Правда? Это страна христианская. 200 миллионов верующих. Христиан 2 миллиарда. Какой-то веры миллиард. Серьезно? А где жизнь? Где хлеб жизни вот в этом христианском мировом ковчеге? Сплошная смерть и мракобесие и Вавилон и нечестие, потому что Слова Божьего нет. Библейского учения нет. Сегодня христианская мировая церковь это ковчег с усопшими. Там нету хлеба. Там не кормят живой пищей. Библейский ковчег это там, где праведник приготовил трапезу. Еду для вкушения. Там где есть чем кормить. Эта пища созидательная, она позволит и месяц и другой и третий выживать. И даже выйдя из ковчега в непонятном мире продолжать жить на каких-то запасах. И не только о себе еще и о животных побеспокоиться и позаботиться. Как это звучит сегодня? Вы друзья как ной участвуете сегодня тоже в том чтобы в ковчеге Божьем была пища. Как вы это делаете? Вы приносите десятины в дом хранилища чтобы в доме Божьем была пища. И Бог говорит испытайте меня в этом. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка. Мы приходим не просто в ковчег который до нас кто-то построил и к нам подвезли сюда. Нет. мы приносим сюда пищу в ковчег чтобы пока мы плаваем в этом ковчеге год другой третий десятилетие мы в ковчеге но мы кормимся поэтому пожалуйста не страдай дистрофией находясь в церкви не надо духовной анорексии надо кормиться чтобы не облегчать духовно помните ты взвешен на весах и найден каким анорексичным очень легким веса нет ветра перемен подули и христианин сдулся или сдуло его веса нет помните когда породу речную где-то там в золотоносных местах промывают рассчитывают на что что золото очень тяжелый металл и на фоне всех камушек песчинок всего золото быстрее опускается на дно и поэтому вроде промывают все смывает камни смывают а золото остается почему вес если бы у золота был меньше вес это не спасло бы если бы она весила песчинка золотая так же как обычный песок она бы ее смыла и бесполезно было бы промывать вес золото определяет его находку если ты имеешь веру как золото тебя не сдует и не смоет ты останешься в божьем хранилище чудесный образ сегодня для нас набирай вес духовный вынимай духовному читай духовный общайся в духовном сообществе служи духовно борись мир предложит тебе вот эти как в детской истории были сказаны загустителем ароматизатор красители и прочие ешки мир предлагает псевдо духовность псевдо любовь вымышленные какие-то идеалы а бог говорит я дам тебе золото огнем очищено я дам тебе настоящую веру и в завершении сотворенная планета начиналось с семьи мир после потопа начинался с семьи помните ной вошел вместе с супругой своей и афет вошел с супругой своей сим хам вошел с супругой своей хам вошел с супругой своей если бы не было семей собрались бы только братский коллектив плавать на ковчеге хорошая рыбалка на пару лет не больше или хорошее войско завоевателя пока не поживут развитие служение по замыслу божию это семья о чем нужно сегодня переживать крайне трепетно относиться к тому что дал нам бог наши родные и близкие наши семьи о ком нужно не прекращать молиться за кого нужно бороться духовно до конца с кем нужно строить отношения не сбегать из семьи а бежать в семью чтобы ее созидать и строить новый мир начнется с божьей семьи а семья это не сожители семья это люди завета и церковная семья это семья заветных отношений с богом поэтому сегодня давайте понимать в ковчеге семьи если даже в жизни ты одинок социально ты один но здесь ты можешь быть семьей бог не ставит требования со времен нового завета и говорит нет ни мужчины ни женщины ни раба ни свободного в том плане что бог не определяет от какого-то статуса возможность войти в церковь но придя в церковь любому человеку можно быть в завете с богом и друг с другом как церкви мы же семья поэтому сегодня обращаюсь к тем кто еще не в завете помни в ковчеге семьи ты хочешь быть семьей с богом ты хочешь ходить сюда как член семьи мы рады всем гостям но статус гостя не сработал при строительстве ковчега гостей могло быть много помощников у ноя могло быть много но вошла только семья могли бы все друзья ковчег наполовину был пустой статистически доказано ковчег был наполовину пустой бог не любимчиков выбирает бог не отсеивает по каким-то стандартам спасайтесь все но легче естественнее гармоничнее сильнее ты будешь тогда когда ты в завете поэтому на этой земной стезе нехорошо быть одному сегодня некоторым людям кто сознательно говорит лучше мне одному быть ты хочешь с богом поспорить тебе бог сказал нехорошо быть одному когда ты будешь один будет много соблазнов тебе нужно быть в христианской семье в этом мире выстоять лучше когда кто-то рядом есть и в социальном плане а если этот вопрос сложно решить то хотя бы в церкви не уходи от церкви не относись небрежно к своему членству в церкви а если его еще нет заключай с богом завет будь в отношениях завета с богом стань божьей семьей я призываю тех кто еще не крестился в ковчеге в ковчеге были семьи и знаете символично я просто вот на днях вспомнил эту цифру сколько человек было в ковчеге 4 семьи да 8 человек когда-то когда начиналось служение в архангельске в конце 70-х приехали 4 семьи 8 человек и так через испытания тяжело в тяжелых условиях началась наша церковь с 4 семей служителей божьих мы переняли эту эстафету благо что не осталось 8 стало много больше вы в ковчеге потому что когда-то кто-то начал строить этот самый ковчег и передал эстафету другим строителям ковчега и вы тоже сегодня строители ковчега и вы часть ковчега божьего это чудесно не ослабляйтесь не унывайте не разочаровывайтесь да уже занос много уже палкой бревном каким-то по голове прилетело при строительстве ковчега терпи бог спасет ковчег божий и тебя если ты не покинешь его там брасом с крокодилами можно плавать но недолго а здесь спасение в ковчеге божьем не ищи зверьё где-то тонущее в водах здесь божья паства здесь божий народ если ты не в завете выйди скажи небу и скажи собранию я хочу быть частью церковной семьи я хочу крестить своими Иисуса Христа я хочу плыть в небеса и знаю что здесь спасение пусть всё говорит о том что я божий человек я возьму на себя ответственность я буду строителем ковчега я буду переживать за тех кто ещё там пока потоп не начался пришествие божье близко уже уже слышно как господь идёт но пока он не пришёл дверь благодати открыта стань частью церкви божьей принимая это решение сегодня если что-то мешает тебе строить ковчег убери это может не те инструмент помните ковчег он деревянный если ты пришёл в церковь с перфоратором и бьёшь всех по голове зачем перфоратором вряд ли поможет это там бетон строить возьми лобзик топор острый топор помните мы притчу рассматривали топор надо точить оттачивай себя строй здесь таланты свои посвящай здесь желание свои высказывай реализуйся здесь там будет что-то интересное красивое снаружи построено тоже но оно всё утонет ну символически сгорит вернее символически утонет а по факту сгорит а ноев ковчег и не тонет и не горит он вечный что-то божье постановление сейчас будет звучать молитва о всех нас как в первых пловцах от этой земли в небесную отчизну не надо прыгать с ковчега не надо из него выходить даже на минутку дождь может пойти в любой момент оставайся в ковчеге жди имей пищу духовную слово божье да не отходит от уст твоих день и ночь борись с грехом не дай ему пробраться в твой ковчег чтобы точить его и разъедать и портить нет созидай и бог благословит тебя аминь